Береги честь с молоду С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотьи Васильевне Ю, дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом. По милости майора гвардии князя Б, близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы, куда следовало, о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешному. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу за трезвое поведение, пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза Мусье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. Слава Богу, ворчал он про себя, кажется, дитя умыт, причёрся, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать Мусье, как будто и своих людей не стало. Бопре в отечестве своём был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию, чтобы стать учителем, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главной его слабостью была страсть к прекрасному полу. Нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. Хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочёл наскоро выучиться от меня, кое-как болтать по-русски, и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу, другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю. Прачка-палашка, толстая рябая девка, и кривая коровница-акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, виняясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье Бопре, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надо было знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятение хотел было привстать и не мог. Несчастный француз был мертво пьян. Семь бед один ответ. Батюшка заворот приподнял его с кровати, вытолкал их с дверей и в тот же день прогнал со двора к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание. Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизывая, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние. Никогда не перечитывал он ее без особого участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подали. И таким образом придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал придворный календарь, изредка пожимая плечами, повторяя в полголоса, генерал-поручик, он у меня вроде был сержантом, обоих российских орденов кавалера. А давно ли мы... Наконец батюшка швырнул к календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго. Вдруг он обратился к матушке. «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруша?» «Да вот пошел семнадцатый годок, отвечала матушка. Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...» «Добро!» прервал батюшка. «Пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни». Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого. Батюшка не любил не переменять свои намерения, не откладывать их исполнение. День отъезда моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мной к будущему моему начальнику и потребовал пера и бумаги. «Не забудь, Андрей Петрович, сказал матушка, поклониться и от меня князю Бе. Я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями». «Что за вздор!» отвечал батюшка нахмурься. «Какой, кстати, стану я писать князю Бе?» «Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши». «Ну а там что?» «Да ведь начальник Петрушин князь Бе? Ведь Петруша записан в Семеновский полк». «Записан». «А мне какое дело, что он записан?» «Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повестничать? Нет. Пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шматон». «Записан в гвардии». «Где его пашпорт? Подай его сюда». «Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкой, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащую рукою». Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собой на стол и начал свое письмо. «Любопытство меня мучило. Куда ж отправят меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз пера батюшкина, который двигался довольно медленно». Наконец, он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал, «Вот тебе письмо к Андрею Калычу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством». И так все мои блестящие надежды рушились. Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем, но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была в крыльцу дорожная кибитка, уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне, «Прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь. Слушайся, начальников, за их лаской не гоняйся, на службы не напрашивайся, от службы не отговаривайся и помни пословицу. Береги платье с нову, а честь с молоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за детятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами. В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродеть по всем комнатам. Вошед в бильярдную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под бильярд на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем доля она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока, наконец, маркер остался под бильярдом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением, однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Тут вызвался он выучить меня играть на бильярде. Это, говорил он, необходимо для нашего брата служило. В походе, например, придешь в местечко, чем прикажешь заняться, поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде. А для того надо бы уметь играть. я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, удивился моим быстрым успехом и после нескольких уроков предложил мне играть в деньги по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтобы только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надо бы на мне привыкать, а без пунша, что и служба. Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась, шары поминутно летали у меня через борт, я горячился, бронил маркера, который считал бог ведает как, час от часа умножал игру, словом, вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно, Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немного смутило, деньги мои были у Савелича. Я стал извиняться, Зурин меня прервал, помилуй, не изволь беспокоить, я могу и подождать, а пока мест поедем к Аринушке. Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки, Зурин по минутам не подливал, повторяя, что надо б на к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах. В полночь Зурин отвез меня в трактир. Савель встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. Что это, сударь, с тобой сделалось? Сказал он жалким голосом. Где это ты нагрузился? Ах ты, Господи! Вот роду такого греха не бывало. Молчи, Хрэйч, отвечал я ему, запинаясь. Ты верно пьян? Пошел спать и уложи меня. На другой день я проснулся с головной болью, смутно припоминая себе вчерашнее происшествие. Размышления мои прерваны были с Авеличем, вошедшим ко мне с чашкой у чая. Рано Петр Андреевич сказал мне, качая головою, рано начинаешь гулять. Мне было стыдно, я отвернулся и сказал ему, вади вон, Савелич, я чаю не хочу. Но Савелича мудвено было унять, когда бывало примется за проповедь. Вот видишь ли, Петр Андреевич, какого подгуливать, и головки-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен. В это время мальчик вошел и подал мне записку от Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки. «Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах. Готовый к услугам Иван Зурин». Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савеличу, который был, и денег, и белья, и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как? Зачем?» спросил изумленный Савелич. «Я их ему должен», отвечал я со всевозможной холодностью. «Должен», возразил Савелич час отчису, приведенный в большее изумление. «Да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то неладно, воля твоя, сударь, а денег я не выдам». Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уже впоследствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки. И, взглянув на него гордо, сказал, «Я твой господин, а ты мой слуга, деньги мои. Я их проиграл, потому что мне так вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают». Савельич так был поражен моими словами, что всплеснул руками и остолбенел. «Что ты стоишь?» закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреевич, произнес он дрожащим голосом. Не умари меня с печали, свет ты мой. Послушай меня, старика, напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей, боже ты милостивый. Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, а кроме как в орехи. «Полно врать!» прервал я строго. «Подавай сюда деньги, я тебя взаши прогоню». Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика, но я хотел вырваться на волю и доказать, что я уже не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывести меня из проклятого трактира он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться. Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой по тогдашним ценам был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему ну ну Савельич полно помиримся. Виноват. Вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил и от тебя напрасно обидел. Обещаясь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну не сердись помиримся. Эх батюшка Петр Андреевич отвечал он с глубоким вздохом все жульство я на самого себя. Сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире? Что делать? Грех попутал. Вздумал забрести где чихи повидаться с кумой. Так то зашел куме да засел в тюрьме беда да и только. Как покажу себя на глазах господам. Что скажут они когда узнают что дитя пьет и играет. Чтоб утешить бедного Савельича я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одной копейкой. Он мало помало успокоился хотя все еще изредка ворчал про себя качая головою сто рублей легко ли дело. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге или точнее по следу проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, обратился ко мне и сказал «Барин, не прикажешь ли воротиться? Это зачем? Время ненадежно. Ветер слегка подымается. Видишь, как он сметает порошу? Что ж за беда? А видишь, там что? Имщик указал кнутом на восток. Я ничего не вижу, кроме белой степи до ясного неба. А вон, вон, это облачко. Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Имщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савель согласно сомнениям имщика советовал воротиться, но ветер показался мне не силен. Я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Имщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час-очасу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. Ну, барин, закричал имщик, беда, буран. Я выглянул из кибитки, все было мрак и вихрь. Ветер был с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савелича, лошади шли шагом и скоро стали. Что же ты не едешь? Спросил я им щека с нетерпением. Да что ехать? Отвечал он, слезая с облучка. Невести так, куда заехали. Дороги нет и мгла кругом. Я стал было его бронить, Савелич за него заступился. И охота было не слушаться, говорил он сердито. Воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря бутихла, отправились бодали. И куда спешим? Добро бы на свадьбу. Савелич был прав, делать было нечего, снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб, лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Вдруг увидел я что-то черное. Эй, емщик, закричал я, смотри, что там такое чернеется. Емщик стал всматриваться. А бог его знает, барин, сказал он, садясь на свое место. Воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть или волк, или человек. Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. Эй, добрый человек, закричал ему имщик, скажи, не знаешь ли, где дорога? Дорога то здесь. Я стою на твердой полосе, отвечал дорожный. Да что толку? Послушай, мужичок, сказал я ему, знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довезти меня до ночлега? Страна мне знакомая, отвечал дорожный. Слава Богу, и схожная изъезжена вдоль и поперек. Да видишь, какая погода. Как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, а вось буран утихнет, да небо прояснется, тогда и найдем дорогу по звездам. Его хладнокровие ободрило меня. Я уже решился, предав себе Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал имщику, ну, слава Богу, жило недалеко, поворачивай вправо, да поезжай. А почему мне ехать вправо, спросил имщик с неудовольствием, где ты видишь дорогу, небось лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. Имщик казался мне прав, в самом деле, сказал я, почему думаешь ты, что жило недалече, а потому что ветер от Толя потянул, отвечал дорожный, я слышу дымом пахнуло, знать деревня близко, сметливость его и тонкость чутья меня изумили, я велел имщику ехать, лошади тяжело ступали по глубокому снегу, это похоже было на плавание судна по бурному морю, Савелич охал, поминутно толкаясь о мои бока, я опустил циновку, закутался в шубу и задремал убаюканной пением бури и качкою тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня, ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможные презрения к предрассудкам. я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья. Мне казалось, Буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне. Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первой мыслью моей было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу, матушка встречает меня на кольце с видом глубокого огорчения. «Тише!» говорит она мне. «Отец болен при смерти и желает с тобой проститься». Пораженный страхом я иду за нею в спальню, вижу комната слабо освещена, у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели, матушка приподымает полок и говорит. «Андрей Петрович, Петруша приехал. Он воротился, узнав о твоей болезни. Благослови его». Я встал на колени и устремил глаза мои на больного. «Что ж, вместо отца моего вижу, в постели лежит мужик с черной бородой, весело на меня поглядывая. Я в недоумение обратился к матушке, говоря ей, что это значит. Это не батюшка? И какой мне стать просить благословения мужика? «Все равно, Петруша», отвечала мне матушка, «Это твой посаженный отец. Поцелуй у него руку и пусть он тебя благословит». Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать и не мог. Комната наполнилась мертвыми телами, я спотыкался от тела. Страшный мужик ласку меня кликал, говоря, «Не бойся, подойди под мое благословение». Ужас и недоумение овладели мною. И в эту минуту я проснулся. Лошади стояли. Савельич дергал меня за руку, говоря, «Выходи, сударь, приехали». «Куда приехали?» спросил я, протирая глаза. «На постоялый двор». «Господь помог», наткнулись прямо на забор. «Выходи, сударь, скорее, да обогрейся». Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшую силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою и ввел меня в горницу тесную, но довольно чистую. Лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка. Хозяин родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мной погребец, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. «Где же вожатый?» спросил я у Савельича. «Здесь, ваше благородие», отвечал мне голос сверху. Я взглянул на палате и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. Что, брат, прозяб? Как не прозябнуть в одном худеньком армяке? Был тулуп, да что греха таить. Заложил вечер у целовальника. Мороз показался невелик. В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чая. Мужик слег с палатей. Наружен сего показалось меня замечательно. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной броде его показывало спросить, живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок, на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю, он отведал и поморщился. Ваше благородие, сделайте мне такую милость. Прикажите поднести стакан вина. Чай не наше казацкое питье. Я с охоты исполнил его желание. Хозяин вынул из торца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо, сказал он, опять ты в нашем краю, отколе Бог принес. Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою. в огород летал, коноплик левал, швырнула бабушка камушком да мимо. Ну, а что ваши? Да, что наши, отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. Стали было к вечерней звонить, да попадья не велит. Поп в гостях, черти на погости. Молчи, дядя, возразил мой бродяга. Будет дождик, будут и грибки, а будут грибки, будет и кузов. А теперь тут он мигнул опять. Заткни топор за спину, лесничий ходит. Ваше благородие, за ваше здоровье. При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на палате. Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора, но после уж догадался, что дело шло о делах яицкого войска, в то время, только что усмиренного после бунта 1772 года. Саверич слушал с видом большого неудовольствия, он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор или по-тамошнему умет находился в стороне, в степи, далече от всякого селения и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего, нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло, между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь, хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела и я заснул как убитый. Проснувшись поутру довольно поздно я увидел, что буря утихла, солнце сияло, снег лежал ослепительной пеленой на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению. И вчерашние подозрения изгладили совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил заказную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку», сказал он. «За что это? За то, что ты живой изволил подвезти к постоялому двору? Воля твоя, сударя, нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги по моему обещанию находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения. «Хорошо», сказал я хладнокровно. «Если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. дай ему мой зайчий тулуп». «Помилуй, батюшка Петр Андреевич», сказал Савельич, «зачем ему твой зайчий тулуп? Он его пропьет собаку в первом кабаке». «Это, старинушка, уж не твоя печаль», сказал мой бродяга, «пропью ли я или нет? Его благородие меня жалует шубу со своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться». «Бога ты не боишься, разбойник», отвечал ему Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты не напялишь его на свое окаянное плечище». «Прошу не умничать», сказал я своему дядьке. «Сейчас неси сюда тулуп». «Господи владык», простонал мой Савельич, «заячий тулуп почти новешенький». Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать, а в самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не забыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном. «Спасибо, ваше благородие. Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о зайчем тулупе. Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину рост высокого, но уже сгорбленного старостью. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро. «Боже мой», сказал он, «Давно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уж какой у него молодец». Ах, время, время. Он распечатал письмо и стал читать его в полголоса, делая свои замечания. милости, государь Андрей Петрович, надеюсь, что ваше превосходительство... Это что, за соревнования? Конечно, зацеплина первое дело, но так лепился к старому комраду. Ваше превосходительство не забыло и когда покойный фельдмашер Меха походит так же и Каролинка. Эх, брудер! Так он еще помнит старый наш проказ. А, теперь одели. К вам моего повесу гамеди держать держать в ежовых рукавицах. Что такое ежовые рукавицы? Это должен быть русский поговорок. Что такое держать в ежовых рукавицах? Повторил он, обращаясь ко мне. Это значит, отвечал я с видом как можно более невинным, обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах. Понимаю. И не давать ему воли. Нет, видно, ежовые рукавицы значит не то. Присем его паспорт держу. А, вот. Отписать в Семеновский. Хорошо, хорошо, все будет сделано. Позволишь без щенов обнять тебя старым товарищем и другом. А, наконец, догадался. и прочее, и прочее. Ну, батюшка, сказал он, прочитав письмо, отложив в сторону мой паспорт. Все будет сделано. Ты будешь офицером переведен в полк. И чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, топрого и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научиться дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего, Россия не вредна молодому человеку. А сегодня милости просим отопетать у меня. Час отчису не легче, подумая про себя. К чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардией сержантом. Куда это меня завело? В полк и в глухую крепость. Я отобедал у Андрея Карловича втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом. Я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за свою холостою трапезу был отчасти причиной поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения. Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большей частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себя капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем началось меркаться. Мы ехали довольно скоро. Далече ли до крепости, спросил я у своего ямщика. Недалече, отвечал он, он уж видна. Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал, но ничего не видал, кроме деревушки окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре из кирдосена, полозанесенные снегом, с другой скривившаяся мельница с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» спросила с удивлением. «Да вот она», отвечал им щик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку, улицы были тесны и кривы, избы низкие и большей частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенном на высоком месте близ деревянной же церкви. Никто не встретил меня, я пошел в сене и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», отвечал инвалид, нашей дома. Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой, на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке. Около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» спросила она, продолжая свое занятие. «Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему господину капитану и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта, но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузьмича дома нет», сказала она. «Он пошел в гости к отцу Герасиму». «Да все равно, батюшка, я его хозяйка, прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить», сказал он, «Вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить», продолжал он, «Зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» я отвечал, что такова была воля начальства. «Та тяль за неприличные гвардии офицеру поступки», продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать, пустяки», сказала ему капитанша. «Ты видишь, молодой человек с дороги устал, ему не до тебя, держи-ка руки прямее». «А ты, мой батюшка», продолжала она, обращаясь ко мне, «Не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрина, Алексей Иванович, вот уж пятый год, как нам, переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал. Он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собой шпаги, да и ну, друг в друга пырять. А Алексей Иванович и заколол поручика, да еще при двух свидетелях. Что прикажешь делать, на грех мастера нет». В эту минуту вошел урядник, молодой эстатный казак. «Максимович», сказал ему капитанша, «отведи господину офицеру квартиру, да почище». «Слушаю, Василиса Егоровна», отвечал урядник, «не поместить ли его благородие к Ивану Уполежаеву». «Врешь, Максимович», сказал капитанша, «У Полежаева и так тесно, он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера, как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреевич? Отведи Петра Андреевича к Семену Кузову, он мошенник лошадь свою пустил ко мне в огород. «Ну что, Максимович, все ли благополучно?» «Все, слава Богу, тихо», отвечал казак. «Только капрал Прохоров подрался в бане Сустини Нигульной за шайку горячей воды». «Иван Игнатьич», сказал капитанша кривому старичку, «разбери Прохорова Сустини, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи». «Ну, Максимович, ступай себе с Богом, Петр Андреевич, Максимович отведет вас на вашу квартиру». Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки на самом краю крепости. Половина избы занята была семьей Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться. Я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек. По улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на колеце с корытом кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стране осужден я был проводить мою молодость. Тоска взяла меня. Я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещание Савельича, который повторял сокрушением. Господи, владыка, ничего кушать не изволит. Что скажет барыня, коли дитя за не может? На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменой некрасивым, но чрезвычайно живым. Извините меня, сказал мне по-французски, что я без церемонии прихожу к вам познакомиться. Вчера я узнал о вашем приезде. Желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени. Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились, Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостью описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе. Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мной, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился, сказала коменданша. Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша? Тут вошла девушка лет осемнадцати, круглолицая, румяная, светло-русными волосами, гладко-зачесными за уши, которые у нее так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением. Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкую. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подалищи Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послал за ним палашку. Скажи барину гости где ждут, щи простынут, слава богу учение не уйдет, успеет накричаться. Капитан вскоре явился сопровождаемый кривым старичком. «Что это мой батюшка?» Сказала ему жена. «Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься?» «Ах, слышь ты, Василиса Егоровна», отвечал Иван Кузьмич, «я был занят службой, солдатушек учил». «И полно», возразила капитанша, «только слава, что солдат учишь. Ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь». Сидел бы дома, да Бог молился. Так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол. Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами. Кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние. Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, легко ли, сказала она, ведь есть же на свете богатые люди. А у нас, мой батюшка, всего-то душ, одна девка полашка, да слава Богу, живем помаленьку. Одна беда, Маша, девка на выданье, какое у ней приданное. Частый гребень да веник, дал тым денег, прости Бог, с чем в баню сходить. Хорошо, кули найдется добрый человек, а то сиди себе в девках, вековечной невестою. Я взглянул на Марью Иванну, она вся покраснела и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее. Я спешил переменить разговор. Я слышал, сказал я довольно не кстати, что на вашу крепость собирается напасть башкирцы. от кого батюшка ты изволил это слышать? спросил Иван Кузьмич. Мне так сказывали в Оренбурге, отвечал я. Постяки, сказал комендант. У нас давно ничего не слыхать. Небось на нас не сунутся. А на сунутся так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню. И вам не страшно, продолжал я, обращаясь к капитанше, оставаться в крепости, подверженной таким опасностям. Привычка, мой батюшка, отвечала она. Тому лет двадцать, как нас из полка перевели сюда, и не приведи Господи, как я боялась. Как завижу бывало рыси и шапки, веришь ли отец мой, сердце так и замрет. А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут. Василиса Егоровна прихрабрая дама заметил важно Швабрин. Иван Кузьмич может это засвидетельствовать. Да, слышь, ты, сказал Иван Кузьмич, баба-то не робкого десятка. А Мария Ивановна, спросил я, так же ли смела, как и вы? Смела ли Маша? Отвечала ее мать. Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрелы из ружья, так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузьмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страху на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки. Мы встали за стола, капитан с капитаншую отправились спать, а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер. Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносной, но даже и приятную. В доме коменданта я был принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовала с его беспечностью. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские и управляла крепостью так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мной дичиться, мы познакомились, я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьевичу кривому гарнизонному поручику. Я был произведен в офицеры. служба меня не отягощала, в богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат, но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамени креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Панфиловной, первую вестовщицею во всем околотке. С Швабриным, разумеется, виделся я каждый день, но час отчису беседы становилось для меня менее приятным. Я уже сказал, что я занимался литературой, однажды удалось мне написать песенку, которой я был доволен. Известно, что сочинители иногда под видом требования советов ищут благосклонного слушателя. И так, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки. Мысль любовную истребляя, чусь прекрасную забыть, и, ах, Машу избегая, мышлю вольность получить, но глаза, что мя пленили всеминутно предо мной, они дух во мне смутили, сокрушили мой покой. Ты, узнав мои напасти, жалься, Маша, надо мной, зря меня всей лютой части, и что я пленен тобой. Как ты это находишь? Спросил я Швабрина, ожидая похвалы, когда они мне непременно следуемы. Но к великой моей досаде Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша. Почему так? Спросил я его, скрывая свою досаду. Потому, отвечал он, что такие стихи достойные учителя моего Василия Кирилловича Тридьяковского и очень напоминает мне его любовные куплетцы. Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из его рук мою тетрадку и сказал, что уж от роду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозой. Посмотрим, сказал он, сдержишь ли ты свое слово. Стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом. А кто это Маша, перед которой издесняюсь в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не марили Ивановна. Не твое дело, отвечала я нахмурясь, кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твое мнение, ни твоих догадок. Ого, самолюбивый стихотворец и скромный любовник. Продолжал Швабрин час отчису, более раздражая меня. Но послушай дружеского совета. «Коли хочешь успеть, то советую действовать не песенками». «Что это, сударь, значит?» «Изволь объясниться». «С охотой». «Это значит, ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стежков подари ей пару серег». «Кровь моя закипела, а почему ты об ней такого мнения?» спросил я, с трудом удерживая свое негодование. «А потому, отвечал он с адской усмешкой, что знаю по опыту ее нрав и обычай». «Ты лжешь, мерзавец!» вскричал я в бешенстве. «Ты лжешь самым бесстыдным образом!» Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет!» сказал он, стиснув мне руку. «Вы дадите мне сатисфакцию!» «Изволь, когда хочешь!» отвечал я, обрадовавшись. «В эту минуту я готов был растерзать его». На другой день в назначенное время я стоял уже за скердами, ожидая моего противника. Вскоре он явился. «Нас могут застать», сказал он мне. «Надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скерда вдруг появился Иван Игнатьевич и человек пять инвалидов. Он потребовал у нас коменданту. Мы повиновались досадою. Солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьевичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьевич отворил двери, провозгласив торжественно. «Привел!» Нас встретил Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки, на что это похоже? Как? Что? В нашей крепости заводить смертоубийство? Иван Кузьмич сейчас их подорест. Петр Андреевич Алексей Иванович, подавайте сюда ваши шпаги. Подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреевич, этого я от тебя не ожидал. Как тебе не совестно? Добро Алексея Ивановича, он за душегубство из гвардии выписан. Он и в Господа Бога не верует. А ты-то что? Туда же лезешь? А? Мы вышли от коменданта, по-видимому, примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. Как вам не стыдно было, сказал я ему сердито, доносить на нас коменданту? Как бог свят, я Ивану Кузьмичу того не говорил, отвечал он. Василиса Егоровна выведала все от меня, она всем распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось. С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. наше дело этим кончиться не может, сказал я ему. Конечно, отвечал Швабрин, вы своей кровью будете отвечать мне за вашу дерзость, но за нами вероятно станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться до свидания. И мы расстались, как ни в чем не бывали. Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марии Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома, Василиса Егоровна занята была хозяйством, мы разговаривали в полголоса. Мария Ивановна с нежностью выговаривала меня за беспокойство, причиненное всем моей ссорой с Швабриным. Я так и обмерла, сказала она, когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны. За одно слово, о котором через неделю, верно, бы они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью, и благополучием тех, которые... Ну, я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват, Алексей Иванович. А почему же вы так думаете, Мария Ивановна? Да так, он такой насмешник. Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен. А странно. Ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх. А как вы думаете, Мария Ивановна, нравитесь ли вы ему или нет? Мария Ивановна заикнулась и покраснела. Мне кажется, сказала она, я думаю, что нравлюсь. Почему же вам так кажется? сватался? Потому что он за меня сватался. Сватался? Он за вас сватался? Когда же? В прошлом году. Месяца два до вашего приезда. И вы не пошли? Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный и хорошей фамилии и имеет состояние. Но как подумаешь, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться? Ни за что. Ни за какие благополучия. Слова Марии Ивановны открыли мне глаза. И объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда вместо грубой непристойной насмешки увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее. Я с нетерпением стал ожидать удобного случая. Я дожидался недолго. На другой день, когда я сидел за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» сказал мне Швабрин. «За нами не смотрят. Сойдем к реке, там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее. И мусси Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков фехтований, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда. Наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал живыстно на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное, я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по Нагорной тропинке. В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча, я упал и лишился чувств. Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати в незнакомой горнице и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкой в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало по малу мысли мои прояснились, я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. Что? Каков? Произнес по шепту голос, от которого я затрепетал. Все в одном положении, отвечал Савельич со вздохом. Все без памяти. Вот уж пятые сутки. Я хотел обратиться, но не мог. Где я? Кто здесь? Сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. Что? Как вы себя чувствуете? Сказала она. Слава Богу, отвечала слабым голосом. Это вы, Марья Ивановна, скажите мне. Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. Опомнился, опомнился, повторял он. Слава тебе, владыка. Ну, батюшка Петр Андреевич, напугал ты меня. Легко ли пятые сутки? Марья Ивановна перервала его речь. Не говори с ней много, Савельич, сказала она. Он еще слаб. Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта. Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельич некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадой закрыл глаза и вскоре забылся сном. Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну. Ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не оторвала ее, и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. Милая, добрая Марья Ивановна, сказал я ей. «Будь моей женою, согласись на мое счастье». Она опомнилась. «Ради Бога успокоитесь», сказала она, отняв у меня свою руку. «Вы еще в опасности, рано может открыться, поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. счастье воскресило меня. Она будет моя. Она меня любит. Эта мысль наполняла все мое существование. С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава Богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мной ухаживало. Мария Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Мария Ивановна выслушала меня. Она без всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью, но подумай хорошенько, прибавила она, со стороны твоих родных не будет ли препятствия. Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мысли отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет, и что он будет на все смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марии Ивановне и решился однако писать к батюшке как можно красноречивее прося родительского благословения. Я показал письмо Марии Ивановне, которое нашло его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всей доверчивостью, молодости и любви. Со Швабрином я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузьмич, выговаривая меня за поединок, сказал мне, «Эх, Петр Андреевич, надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. Алексей Иванович у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом и шпага его под замком Василисы Егоровны. Пускай он себя надумается да раскается. Я слишком был счастлив, чтобы хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина. И добрый комендант согласия своей супруги решился его освободить. Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся, но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Мария Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии. Наконец, однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил вас трепетом. Адрес был написан рукой батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Содержание письма было следующее. Сын мой, Петр, письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной, дочерью Мироновой, мы получили пятнадцатого сего месяца. И не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться до запроказа твоей и проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин. ибо ты доказал, что шпагу носить еще не достоин, которая пожалована тебе на защиту Отечества, а не для дюэлей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевезти тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести за немогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю Бога, чтобы ты справился, хоть и не смею надеяться на его великую милость. Отец твой А.Г. чтение всего письма возбудило во мне разное чувство и не жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала, но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно, видно, тебе недовольно, что я благодаря тебя раненый целый месяц был на краю гроба. Ты мать мою хочешь уморить? Савельич был поражен как громом. помилуй, сударь, сказал он, чуть не зарыдав, что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен. Бог видит, бежал я заслонить тебя своей грудью от шпаги Алексея Ивановича. Старость проклятая помешала. Да что же я сделал матушке-то твоей? Что ты сделал? отвечал я. кто просил тебя писать на меня доносы? Разве ты приставил ко мне в шпионы? Я писал на тебя доносы, отвечал Савельич со слезами. Господи, царю небесный, так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин, увидишь, как я доносил на тебя. Тут он вынул из кармана письмо. Я прочел следующее. Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче, и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса, пошлю свиней пасти за утайку правды и потворства к молодому человеку. С получением всего приказа тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось, да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили. Очевидно было, что Савельич передо мной был прав. И что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения, но старик был неутешен. Вот до чего я дожил, повторял он. Вот каких милости дослужился от своих господ. Я и старый пес, я и свинопас, вас, да я и причина твоей раны. Нет, батюшка Петр Андреевич, не я. Проклятый мусье всему виноват. Он научил тебя тыкаться железными вертелами, да притопывать, как будто ты к ним да топанем убережешься от злого человека. Нужно было нанимать мусье, да тратить лишние деньги. Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал, но он казалось обо мне не слишком заботился, а Иван Кузьмич не почел занужно рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на швабрине. Он один имел выгоду в доносе коего следствия могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. Что это с вами сделалось? Сказала она, увидев меня. Как вы бледны. Все кончено, отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащей рукой и сказала дрожащим голосом. Видно, мне мне не судьба. Родные ваши не хотят меня в свою семью. Будя во всем воле Господня, Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреевич, будьте хоть вы счастливы. Этому не бывает, вскричал я, схватив я за руку. Ты меня любишь, я готов на все. Пойдем кинемся в ноги к твоим родителям. Они люди простые, нежестокосердые гордецы. Они нас благословят. Мы обвенчаемся, а там со временем, я уверен, мы умолим отца моего. Матушка будет за нас. Он меня простит. Нет, Петр Андреевич, отвечала Маша, я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословений не будет тебе счастья. Покоримся воле Божией. Коль найдешь себе суженую, коль полюбишь другую, Бог с тобою, Петр Андреевич, а я за вас обоих. Тут она заплакала и ушла от меня. Я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою и вратился домой. С той поры положение мое переменилось. Мария Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало по малу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала зато мне пеняла, но, видимо, ее упрямство оставило меня в покое. С Иваном Кузьмичем виделся я только когда-то его требовала служба, со Швабрином встречался редко и неохотно, тем более, что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. любовь моя разгоралась в уединении и час отчису становилось мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. неожиданное происшествие, имевшее важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение. Однажды вечером, это было в начале октября 1773 года, сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василиса Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мной поздоровался с видом озабоченным. Он запер дверь и всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам, господа офицеры, важная новость. Слушайте, что пишет генерал. Тут он надел очки и прочел следующее. Господину коменданта Белогорской крепости, капитану Миронову, по секрету. Сим, извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак-раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра Третьего, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей. Производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради с получением сего имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а будет возможно и к совершенному уничтожению он если он обратится на крепость веренную вашему попечению. Принять надлежащие меры сказал комендант снимая очки и складывая бумагу. Слышь, ты, легко сказать, злодей-то видно силен. А у нас всего 130 человек, не считая казаков, на которых плоха надежда. Неукор будет сказано тебе, Максимыч. Урядник усмехнулся. Однако делать нечего, господа офицеры. Будьте исправны, учредите караулы до ночной дозоры, в случае нападения запирайте ворота, да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть, да хорошенько вычистить, а пуще всего содержите все это втайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно. Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузьмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим, получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержат великой тайны. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к Пападье и по совету Ивана Кузьмича взяла с собой и Машу, чтоб ей не было скучно одной. Иван Кузьмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтобы она не могла нас подслушать. Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от Пападье и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузьмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать. На другой день возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпочки, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханные в нее ребятишками. Что бы значили эти военные приготовления, думала комендант «Но неудача?» Кузьмич стал бы от меня таить такие пустяки. Она кликнула Ивана Игнатьича с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство. Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судья, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою, «Господи, Боже мой, видишь, какие новости! Что из этого будет? «Хи-хи, матушка!» — отвечал Иван Игнатьич. «Бог милостив! Солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил, а войс дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест». «А что за человек этот Пугачев?» — спросила комендантша. Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился и закусил язык, но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому. Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье. И то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями. Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал Урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости, видел он множество огней и слышал, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительно, потому что ехать далее побоялся. В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение. На всех улицах они толпились в кучке, тихо разговаривали между собою и расходились, увидев драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны. По возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, а Иван Игнатьевич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили «Вот уже от тебя будет, гарнизонная крыса». Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта, но урядник бежал из-под караула, вероятно, при помощи своих единомышленников. «С часу на час должно было нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марии Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло». «Послушайте, Иван Кузьмич», — сказала коменданту, — «долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания, об этом и говорить нечего, но надо бы подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть». Иван Кузьмич обратился к жене и сказал ей, «А слышь ты, матушка, и в самом деле не отправят ли вас подали, пока не управимся мы с бунтовщиками?» «И пустое», — сказала комендантша, — «Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорской ненадежно? Слава Богу, 22-й год в ней проживаем». «Нет, Василиса Егоровна», — продолжал комендант, — «Маша здесь оставаться негоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери, там и войско, и пушек довольны, и стена каменная». «Добро», — сказала комендантша, — «так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси, не поеду. Нечего мне под старый след расставаться с тобой или искать одинокой могилы на чужой сторонке, вместе жить, вместе и умирать». «И то дело», — сказал комендант, — «Ну, медлить нечего, ступай готовить Машу в дорогу, завтра, чем свет, ее и отправим, додадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет». «Да где же Маша?» «У Кулины Панфиловны», — отвечала комендантша. Ей сделалось дурно, как услышала взятие Нижнеозерной. «Боюсь, что бы я не за не могла. Господи, владыка, до чего мы дожили?» Василиса Егоровна ушла хлопотать в отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался, но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину, бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного. Простясь со всем семейством, мы отправились по домам, но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею. Я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреевич», — сказала она мне со слезами. «Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы. Может быть, Господь приведет нас друг к другу увидеться, если же нет?» Тут она зарыдала, я обнял ее. «Прощай, мой ангел», — сказал я. «Прощай, моя милая, моя желанная. Что бы со мною не было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе». Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты. В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать и там проститься с ней в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену. Волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустью разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувство благородного чистолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась, и ко мне явился капрал с донесением, тем, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня. Я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту. Уж расцветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы?» – сказал Иван Игнатьич, догоняй меня. «Иван Кузьмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». «Уехала ли Марья Ивановна?» – спросил я с сердечным трепетом. «Не успела», – отвечал Иван Игнатьич. «Дорога в Оренбург отрезана, крепость окружена». «Плохо, Петр Андреевич». Мы пошли на вал, возвышение образованной природой и укрепленное чистоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, в недалеком расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ними находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам. «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку-государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные». Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметив движение в крепости, съехались в кучку и стали между собой толковать. Комендант велел Ивана Игнатьича навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники России сто часу скакали из виду, и степь опустела. Тут явилась на балу Василиса Егоровна и с ней Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что?» – сказала комендантша. «Каково идет баталия? Где ж неприятель?» «Неприятель недалече», – отвечал Иван Кузьмич. «Бог даст, все будет ладно». «Что, Маша, страшно тебе?» «Нет, папенька», – отвечала Марья Ивановна. «Дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомни, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем и жаждал доказать, что был достойен ее доверенности и с нетерпением стал ожидать решительные минуты. В это время из высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблей в руке. Это был сам Пугачев. Он остановился, его окружили, и, как видно по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапку и лист бумаги. У другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам через частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали. Не стреляйте, выходите вон, государь, государь здесь. Вот я вас, закричал Иван Кузьмич. Ребята, стреляй! Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. Василиса Егоровна, сказал комендант, здесь не бабье дело. Уведи Машу! Видишь, девка нежива, не мертва! Василиса Егоровна, пересмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение, потом обратилась к мужу и сказала ему, Иван Кузьмич, в животе и смерти Бог хвален. Благослови Машу. Маша, подойди к отцу. Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу, встала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды, потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом, Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу. Он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее. Маша кинулась ему на шею и зарыдала. Поцелуемся же и мы, сказала заплакав комендантша. Прощай, мой Иван Кузьмич. Отпусти мне, коли в чем я тебя досадила. Прощай, прощай, матушка, сказал комендант, обняв свою старуху. Ну, довольно, ступайте, ступайте домой. Да коли успеешь, на день намашу сарафан. Комендантша с дочерью удалились. Я глядел во след Марии Ивановны, она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузьмич обратился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. Теперь стойте крепко, сказал комендант. Будет приступ. В эту минуту раздался страшный виск и крики. Мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант их подпустил на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечи хватило в самой середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один. Впереди он махал саблю и, казалось, жаром их уговаривал. Крики виску, молкнувшие минуту, точно снова возобновились. Ну, ребята, сказал комендант, теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята, вперед, на вылазку, за мною. Комендант Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом, но пробел и гарнизон не тронулся. Что же вы, дедушки, стоите, закричал Иван Кузьмич. Умирать так умирать, дело служивое. В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк, гарнизон бросил ружья. Меня сшибли было с ног, но я встал вместе с мятежниками, вошел в крепость. Комендант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь. Несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая. Вот уже вам будет, государевым ослушникам. Нас потащили по улицам. Жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь, нас погнали туда же. Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый голунами. Высокая соболя шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный, дрожащий, стоял у крыльца с крестом в руках и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. Я глядел смело на Пугачева, и к неописанному моему изумлению увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружоке в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешайте его», — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех своих погрешениях и моляя о спасении всех близких моему сердцу людей. Небось, небось, повторяли мне губители, и, может быть, и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик. «Постойте, окаянные, погодите!» Палачи остановились. Гляжу, Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной», — говорил бедный дядька, — «что тебе в смерти барского дитятя? Отпусти его, за него тебе выкуп дадут, а для примеру и страха ради вели повесить хоть меня, старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтобы я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако же, чтобы я о нем и сожалел. Чувства мои мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй, целуй руку! Целуй руку! Целуй руку!» — говорили около меня. «Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». «Батюшка, Петр Андреевич!» — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. «Не упрямься, что тебе стоит плюнь! Да поцелуй у злодея! Пфу! Поцелуй у него ручку!» Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкой. «Его благородие знать одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии. Площадь опустила. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями. Неизвестность о судьбе Марии Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? Что с нею? Успела ли спрятаться? Надежно ли ее убежище? Полной тревожными мыслями я вошел в комендантский дом. Все было пусто. Стулья, столы, сундуки были переломаны, посуда перебита, все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела светлицу, и в первый раз отруду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постели, перерытые разбойниками. Шкаф был разломан и ограблен. Лампадка теплилась еще перед опустелым киотом. Уцелела из зеркальца, висевшая в простенке. Где же была хозяйка этой смиренной девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем. Я вообразил ее в руках у разбойников. Сердце мое сжалось. Я горько-горько заплакал и громко произнес имя моей любезной. В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкафа явилась Палаша, бледная и трепещущая. «Ах, Петр Андреевич!» — сказала она, сплеснув руками. «Какой денек! Какие страсти!» «А Мария Ивановна?» — спросила я нетерпеливо. «Что, Мария Ивановна?» «Барышня жива!» — отвечала Палаша. «Она спрятана у Кулины Панфиловны». «О, попади!» — вскричала я с ужасом. «Боже мой! Да там Пугачев!» Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни. Пугачев пировал со своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Кулину Панфиловну. Через минуту, попадя, вышла ко мне в сене. «Ради Бога! Где Мария Ивановна?» — спросил я с неизвестимым волнением. «Лежит моя голубушка у меня на кровати там, за перегородкою», — отвечала попадя. «Ну, Петр Андреевич, чуть было не стряслась беда, да слава Богу, все прошло благополучно. Злодей только что уселся обедать. Как она, моя бедняжка, очнется да застонет. Я так и обмерла». Он услышал. «А кто это у тебя охает, старуха? Я вору в пояс, племянница моя, государь, захворала, лежит вот уже другая неделя. А молода твоя племянница? Молода, государь. А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу. У меня сердце так и ёкнуло. Да нечего было делать. Изволь, государь. Только девка-то не сможет встать да прийти к твоей милости. «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу. И ведь пошел окаянный за перегородку. Как ты думаешь, ведь отдернул заново и взглянул истребинами своими глазами. И ничего, Бог вынес. А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. О, Господи, владыка, дождались мы праздник. Нечего сказать. А каков швабрин Алексей Иванович. И ведь остригся в кружок. И теперь у нас тут же с ними пирует. Про Ворин нечего сказать. А как сказал я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь, однако не выдал спасибо ему и за то. В эту минуту раздались крики гостей и голос отца Герасима. Попадья ушла, несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Савельич встретил меня у порога. — Слава Богу! — подкричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Но, батюшка Петр Андреевич, веришь ли, все у нас разграбили, мошенники, платья, белье, вещи, посуду, ничего не оставили. Да что уж, слава Богу, что тебя живого отпустили. — А узнал ли ты, сударь, атамана? — Нет, не узнал. — А кто же он такой? — Как, батюшка? — Ты позабыл того злодея, который выманил у тебя тулуп, но постоял в дворе. Зайчий тулупчик, совсем новешенький. А он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя. Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо и понял причину, пощады мне оказанной. Я не мог не подивиться странным исцеплением обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли. И бродяга, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством. — Не изволишь ли покушать? — спросил Саверич, неизменный в своих привычках. Дома ничего нет? Пойду, пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю. Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости под властной злодею или следовать за его шайкою было неприличным офицеру? Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна Отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах. Но любовь сильно советовала мне остаться при Марии Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения. Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что де великий государь требует тебя к себе. Где же он? Спросил я, готовясь повиноваться. В комендантском, отвечал казак. После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Но, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная. Я за обедом скушать изволил двух жареных поросят. А париться так жарко, что Тарас Курочкин не вытерпел. Отдал веник Фомке Бигбаеву, доносил у холодной водой, откачался. Нечего сказать, все приемы такие важные. Я не почел нужным оспоривать мнение казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым. Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью, установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрины, ни нашего урядника, новобранных изменников. «А, ваше благородие!» – сказал Пугачев в виде меня. «Добро пожаловать в честь и место! Милости просим!» Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, и налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеевичем, а иногда велича его дядюшкою. Все обходились между собой, как товарищи, не оказывали никакого особого предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на всем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу, движение дерзкое, которое чуть было не увенчалось бедственным успехом. Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков, начинай». Сосед мой затянул тонким голоском за унывную бурлатскую песню, и все подхватили хором. «Не шуми, мать, зеленая дубровушка, не мешай мне, доброму молодцу, думу думати. Что за утро мне, доброму молодцу, в допрос идти перед грозного судью самого царя?» Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми обреченными виселицы. Их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Гости встали из-за стола и простили с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне, сиди, я хочу с тобой переговорить. Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся из такой непритворной веселости, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему. Что, ваше благородие, сказал он мне, струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули у тебя веревку на шею. Я чаю небо с овчинку показалось. А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? Тут он взял на себя вид важный и таинственный. Ты крепко предо мною виноват, продолжал он. Но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалуй, когда получу свое государство. Обещаешься ли служить мне с усердием? Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться. Чему ты усмехаешься? Спросил он меня, нахмурясь. Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо. Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком было подвергнуть себя погибели. И то, на что я был готов подвеселиться и в глазах всего народа, и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец, еще ныне самодовольствием поминаю эту минуту. Чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческой. Я отвечал Пугачеву. «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе, государя? Ты человек смышленый, ты сам увидел бы, что я лукавствую. Кто же я таков, по твоему разумению? Бог тебя знает. Но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку». Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, сказал он, чтобы я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка отрепев не царствовал? Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдой, а я тебя, пожалуй, и в фельдмаршалы, и в князья. Как ты думаешь? Нет», отвечал я с твердостью. «Я природный дворянин. Я присягал государине императрице, и тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург». Пугачев задумался. «А коли я отпущу, сказал он, так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить? Как могу тебе в этом обещаться?» отвечал я. «Сам знаешь, не моя воля. Вилят идти против тебя. Пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится?» «Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня? Спасибо. Казнишь? Бог тебе судья. А я сказал тебе правду». Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть», сказал он, ударя меня по плечу. «Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мной проститься, а теперь ступай себе спать. И меня уж дрема клонит. Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем, знамена развивались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под усы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал мешок с медными деньгами и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать и дело не обошлось без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников, между ими стоял и Швабрин, взоры наши встретились. В моем он мог прочесть презрение и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головой и подозвал к себе. Слушай, сказал он мне, ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, что пожидали меня к себе через неделю. Присоветую им встретить меня с детской любовью и послушанием, ни то не избежать им лютой казни, счастливый путь ваше благородие. Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина, вот вам, детушки, новый командир, слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость. С ужасом услышал я сие слова. Швабрин делался начальником крепости, Мария Ивановна оставалась в его власти. Боже, что с ней будет? Пугачев сошел с крыльца, ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его. Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретил меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка, она лежала без памяти и в бреду. Попадья вела меня в ее комнату, я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня, больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, швабрин, пуще всего терзал моего воображения, облеченный властью от самозванца предводительствия в крепости, где оставалась несчастная девушка, невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство. Я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился священникам Исакурины Панфиловны, жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте», говорил мне, попадя, провожая меня, «Прощайте, Петр Андреевич, авось, увидимся в лучшее время. не забывайте нас и пишите к нам почаще, бедной Марья Ивана, кроме вас, не имея теперь ни утешения, ни покровителя». Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на вислицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемой Савеличем, который от меня не отставал. Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собой конский топот, оглянулся, вижу, из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводе и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав вслед своей лошади и сказал, отдавая мне поводе другой, «Ваше благородие, отец наш вам жалует лошадь и шубу своего плеча. К седлу привязан был овчинный тулуп». «Да еще», примолвил, запинаясь урядник, «жалует он вам полтину денег. Да я растерял ее дорогою, простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал. Растерял дорогою. «А что же у тебя побрякивает за пазухой бессовестной? Что у меня за пазухой то побрякивает?» Возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобой, старинушка. Это бремчиц уздечка, а не полтина». «Добро», сказал я, прервая спор. «Благодаря от меня того, кто тебя прислал, растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе наводку». «Очень благодарен, ваше благородие», отвечал он, поворачивая свою лошадь, «вечно за вас буду Бог молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукой за пазуху, и через минуту скрылся из виду. Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собой Савельича. «Вот, видишь ли, сударь, сказал старик, что я недаром подал мошеннику челобитие. Ворота стало совестно, хоть башкирское долговязое кляча, да овчинный тулуп не стоит и половины того, что они мошенники у нас украли, и того, что ты сам ему изволил пожаловать. Да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок. Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с облитыми головами. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявшие ров, другие лопатками копали землю. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженной дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо изображало спокойствие, здоровье и добродушье. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, в коем я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. Бедный Миронов, сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. Жаль его, хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама. И какая мастерица грибы солить. А что Маша капитанская дочка? Я отвечал, что она осталась в крепости на руках попадьи. Ай-яй-яй-яй-яй, заметил генерал. Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой? Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения ее жителей. Генерал покачал головой с видом недоверчивости. Посмотрим, посмотрим, сказал он. Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю. Сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь, пока, месподи, отдохни. Спустя несколько дней Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их в десятеро увеличилось со времени последнего приступа, коим я был свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. не стану описывать Оренбургскую осаду, которая принадлежит истории о несемейственном запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. Однажды наехал я на казака, отставшего от своих товарищей. Я готов был уже ударить его своей турецкой саблею, как вдруг он снял шапку и закричал «Здравствуйте, Петр Андреевич, как вас Бог милует!» Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимович», сказал я ему. «Давно ли с Белогорской?» «Недавно, батюшка Петр Андреевич, только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо». «Где же оно?» вскричал я, весь так и вспыхнув. «Со мною!» отвечал Максимович, положив руку за пазуху. Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки. «Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери, не имея на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтобы это письмо как-нибудь до вас дошло. Максимович обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимовича, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думайте о тех, которые за вас со слезами Богом молят. Я долго была больна, когда выздоровела. Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас меня жизнь, потому что прикрыл обман Акулина Панфиловна, которая сказала злодеям, будто я ее племянница, а мне легче было бы умереть, нежели сделаться женой такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мной очень жестоко и грозится, коли не одумаясь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею. Я просил Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня, а коли через три дня за него не выдал, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреевич, вы один у меня покровитель, заступите за меня бедно и упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная, бедная сирота, Мария Миронова. Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогу придумывал я и то, и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его. Он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. Ваше превосходительство, сказал я ему, прибегая к вам как к отцу родному, ради Бога, не откажите мне в моей просьбе, дело идет о счастье всей моей жизни. Что такое, батюшка? Спросил изумленный старик. Что я могу для тебя сделать? Говори. Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость. Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел, в чем почти и не ошибался. Как это очистить Белогорскую крепость, сказал он наконец. Ручаюсь вам за успех, отвечал я жаром, только отпустите меня. Нет, молодой человек, сказал он, качая головой, на таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация... Я испугался, увидев его завлеченную военное рассуждение и спешил его прервать. Дочь капитана Миронова, сказал я ему, пишет ко мне письмо, она просит помощи, Швабрин принуждает ее быть из-за него замуж. Неужто? О, этот Швабрин привеликий шельм, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапетии крепости. Но пока мист надобно взять терпение. Взять терпение, вскричал я вне себя, а он между тем женится на Марь Ивановне. О, возразил генерал, это еще не беда, лучше ей быть покамец женой у Швабрина, он теперь может оказать ей протекцию, а когда его расстреляем, тогда бог даст сыщице ей и женишки, миленькие вдовушки в девках не сидят. Скорее соглашусь умереть, сказал я в бешенстве, нежели уступить ее Швабрину. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, сказал старик, теперь понимаю, ты видно в Марью Ивановну влюблен, о, дело другое, бедный малый, но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна, я не могу взять ее на свою ответственность. Я потупил голову, отчаянием мною овладел. Я оставил генерал и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. Охота тебе, сударь, переведываться с разбойниками. Боярские ли это дело? Не ровен час, ни за что пропадешь. Я прервал его речь вопросом. Сколько у меня всего на все денег будет от тебя? Отвечал он с довольным видом. Мошенники как-то мне шарили, а я все-таки успел утаить. И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек полный серебра. Ну, Савельич, сказал я ему, отдай же мне теперь половину, а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость. Батюшка, Петр Андреевич, сказал добрый дядька дрожащим голосом. Побойся Бога, как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников? Пожалей ты хоть своих родителей, колесам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленьких, войска придут переловить мошенников, тогда поезжай и себе хоть на все четыре стороны. Но намерение мое было твердо принято поздно рассуждать. Отвечал я старику, я должен ехать, я не могу не ехать. Не тоже и Савельич. Бог милостив, а вось увидимся. Смотри же не совестись и не скупись, покупай, что тебе будет нужно, хоть в три дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь. Да что ты, сударь, прервал меня Савельич, чтоб я тебя пустил одного. Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, да хоть пешком, да пойду за тобою, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною, да разве я с ума сошел. Воля твоя, сударя, я от тебя не отстану. Я знал, что с Савельичем спорить было нечего и позволил ему приготовляться в дорогу. Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской Слободы, пристанище Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом, но по всей степи видны были иконские следы ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью, Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно потише судой, ради бога потише, проклятая кличонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пиротоп подобу, того и гляди. Петр Андреевич, батюшка, Петр Андреевич, не погуби. Господи, владыка, пропадет барское дитя. Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплением слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел сумраки прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами. Это был передовой караул Пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароль, я хотел молча проехать мимо их, но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове. Шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали. Я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать. Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре ощутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут ему назад. Савельич находился между ими, они стащили старика с его кляч и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому, главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. А наш батюшка прибавил он, волен приказать, сейчас ли вас повесить, а ли дождаться свету Божия. Я не противился. Савельич последовал моему примеру и караульная павелина с торжеством. Я вошел в избу или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотой бумагой. Впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами в красном кафтане высокой шапки важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей с видом притворного подобострасти. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудило в бандовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляда, поддельная важность его вдруг исчезла. А, ваше благородие, сказал мне живостью, как поживаешь, зачем тебе Бог принес? Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. говори смело при них, сказал мне Пугачев, от них я ничего не таю. Я взглянул наискось на наперстников самозванца. Один из них тщедушный, изгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но век не забуду его товарища. Он был высокого росту, до родины широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна полбы на щеках придавали его любому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый, как узнал я после, был беглый капрал Белобородов. Второй Афанасий Соколов, прозванный Хлопушей, ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом. Говори, по какому же делу выехал ты из Оренбурга? Странная мысль пришла мне в голову. Мне показалось, что проведение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решил с ним воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева. Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, который там обижают. Глаза у Пугачева засверкали. Кто из моих людей смеет обижать сироту, закричал он. Будь он семипядин во лбу, от моего суда не уйдет. Говори, кто виноватый? Швабрин виноватый, отвечал я. Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную у Пападии и насильно хочет на ней жениться. Я проучу Швабрина, сказал Грозно Пугачев. Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу. Прикажи слово молвить, сказал хлопуш охриплым голосом. Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники. Не пугай же дворян, казня их по первому наговору. Да нечего их ни жарить, ни жаловать, сказал старичок в голубой ленте. Швабрина сказнить не беда, а не худо и господина офицера допросить порядком. Зачем изволил пожаловать? «Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать. А Коля признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку? Мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров». Логика старого злодея показалась мне довольно убедительной. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие», сказал он мне, подмигивая. «Фельдмаршал мой, кажется, говорит, дело. Как ты думаешь?» Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно. «Добро», сказал Пугачев. «Теперь скажи, в каком состоянии ваш город?» «Слава Богу», отвечал я, «все благополучно». «Благополучно», повторил Пугачев. «А народ мрет с голоду». Самозванец говорил правду, но я подолгу присяге стал уверять, что все это пустые слухи, что в Оренбурге довольно всяких запасов. «Ты видишь», подхватил старичок, «что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты шваприна хочешь повесить, то уж на той же висице повеси этого молодца, чтоб никому не было завидно». Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, хлопуша стал противоречи своему товарищу. «Полно, Наумыч», сказал он ему. «Тебе бы все души дорезать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так чем душа держится, сам в могилы смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?» «Да ты-то что за угодник», возразил Белобородов. «У тебя-то откуда жало взялось?» «Конечно», отвечал хлопуша. «И я грешен, и эта рука». Тут он сжал свой костливый кулак из-за суча рукава, открыл косматую руку. «И эта рука повинна в пролитой христианской крови, но я губил супротивника, а не гостя. На вольном перепуте, да в темном лесу, не дома сидя за печью, кисенем и опухом а не бабьим наговором». Старик отворотился и проворщал слова. «Рваные ноздри». «Что ты там шепчешь, старый хрыщ?» закричал хлопуша. «Я тебе дам рон и ноздри. Погоди, придет и твое время. Бог даст, и ты щипцов понюхаешь. А пока смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал». «Господа энералы», провозгласил важный Пугачев, «полно вам ссориться. Не беда, если бы и все оримбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной. Беда, если наши кобели между собой перегрызутся. Ну, помиритесь». Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом, «Ах, я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге». Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен», сказал он, мигая и прищуриваясь. «Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую швабри набежает?» Уж не зазноб ли сердце молодецкому? «А? Она невеста моя?» отвечала я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину. «Твоя невеста?» закричал Пугачев. «Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбу твоей попируем, потом обращаясь к Белобородову?» «Слушай, фельдмаршал, мы с его благородим старые приятели. Сядем-ка да поужинаем, утро вечера мудренее, завтра посмотрим, что с ним сделаем». Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Оргия, кой я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников, Пугачев задремал, сидя на своем месте. Товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними, по распоряжению хлопушек караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел Исаевелича и где меня оставили с ним в заперти. Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкой татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева. Он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мной поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку. Мы уселись в Белогорскую крепость, сказал Пугачев широкоплечивому татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал для меня потерянную. Я воображался в минуту нашего соединения. Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мной связан. Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом, о чем, ваше благородие, изволил задуматься. «Как не задуматься», отвечал я ему, «я офицер и дворянин, вчера еще дрался против у тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя». «Что ж», спросил Пугачев, «страшно тебе?» Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь. «И ты прав, ей-богу прав», сказал самозванец, «ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо? А старик и сегодня наставил на том, что ты шпион, и что надо б на тебя пытать и повесить? Но я не согласился», прибавил он, понизив голос, «ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваши братья». Я вспомнил взятие Белогорской крепости, но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова. «Что говорят обо мне в Оренбурге?» спросил Пугачев, помолчав немного. «Да, говорят, что с тобой сладить трудновато, нечего сказать, дал ты себя знать». Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да», сказал он с веселым видом. «Я воюю хоть куда, знает ли вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой. Сорок генералов убиты, четыре армии взяты в полон». Хвостливость разбойника показалась мне забавна. «А ты полагаешь идти на Москву?» Самозванец несколько задумался и сказал в полголоса. «Бог весть, улица моя тесна, воли мне мало, ребята мои умничают, они воры, мне должен держать ухо востро, при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою». «Тот-то, сказал я Пугачеву, не лучше ли тебе отстать от них самому заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?» Пугачев горько усмехнулся. «Слушай, сказал он с каким-то диким вдохновением, расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона, скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-нався только тридцать три года? Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвичиной. Орел подумал, давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо, полетели орел да ворон, вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать, орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону. нет, нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там, что бог даст. какова калмыцкая сказка. Затейливо, отвечал я ему, но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвичину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Кибитка летела по гладкому зимнему пути, вдруг увидел я деревушку на крутом берегу иика с чистоколом и с колокольней, и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость. Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпой бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезти из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря, и ты наш? Давно бы так. Я отворотился от него и ничего не отвечал. Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором бывало дремал Иван Кузьмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил ремку и сказал ему, указав на меня, по почве его благородие. Швабрин подошел ко мне со своим подносом, но я вторично от него отвратился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен, он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостью. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно. Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее. Швабрин побледнел, как мертвый. Государь, сказал он дрожащим голосом, государь, она не под караулом, она больна, она в светлице лежит. Веди же меня к ней, сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал. Швабрин остановился на лестнице. Государь, сказал он, вы властны требовать от меня что вам угодно, но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей. Я затрепетал. Так ты женат, сказал я Швабрину, готовясь его растерзать. Тише, прервал меня Пугачев. Это мое дело. А ты, продолжал он обращаясь к Швабрину, не умничай и не ломайся. Жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною. У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прервающимся голосом, государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит безумолку. Отворяй, сказал Пугачев. Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собой ключа. Пугачев толкнул дверь ногою, замок отскочил, дверь отворилась и мы вошли. Я взглянул и обмер. На полу в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед ней стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мной стало, не помню. Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою, хорош у тебя лазарет. Потом подошед к Маре Ивановне, скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? В чем ты перед ним провинилась? Мой муж? Повторила она. Он мне не муж. Я никогда не буду его женою. Я лучше решилась умереть и умру, если меня не избавят. Пугачев взглянул грозно на Швабрина. И ты смел меня обманывать? Сказал он ему. Знаешь ли, бездельник, чего ты достойна? Швабрин упал на колени. В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядела я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. Милую тебя на сей раз, сказал он Швабрину. Но знай, что при первой вине тебе припомнится и это. Потом обратился к Марии Ивановне и сказал ей ласково. Выходи, красная девица, дарую тебе волю. Я государь. Мария Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своей барышнею. Пугачев вышел из светлицы и мы трое сошли в гостиную. Что, ваше благородие, сказал смеясь Пугачев, выручили красную девицу. Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянница? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою, закутим, запьем и ворота запрем. Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь!» закричал он в выступлении. «Я виноват, я вам солгал, но Игринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа, она дочь Ивана Миронова, которую казнен при взятии здешней крепости». Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» спросил он меня с недоумением. «Швабрин сказал тебе правду», отвечал я с твердостью. «Ты мне этого не сказал», заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось. «Сам-то рассуди», отвечал я ему. «Можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива? Да они бы ее загрызли, ничто ее бы не спасло». «И то правда», сказал, смеясь Пугачев. «Мои ребята не пощади либо бедную девушку. Хорошо сделала кумушка попадья, что обманула их. Слушай, продолжал я, видя его доброе расположение. Как тебе назвать, не знаю, да и знать не хочу, но Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши, как начал. Отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был, и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души. Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. Ин, быть по-твоему, сказал он, казнить так казнить, жаловать так жаловать, таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу, вези ее куда хочешь и дай вам Бог любовь да совет. Тут он обратился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы крепости подвластной ему. Швабрин совсем уничтоженный стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость, Швабрин его сопровождал, а я остался под предлогом приготовлений к отъезду. Я побежал в светлицу. Двери были заперты, я постучался. Кто там? спросил Апалаша. Я назвался. Милый голосок Марии Ивановны раздался из-за дверей. Погодите, Петр Андреевич, я переодеваюсь. Ступайте к Кокулине Панфиловне, я сейчас туда же буду. Я оповиновался и пошел в дом отца Герасима. И он, и попадя выбежали ко мне навстречу, Савельич их уже предупредил. Здравствуйте, Петр Андреевич, говорила попадя. Привел Бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали, а Марита Иванова всего натерпелась. Без вас, моя голубушка. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро спасибо злодею за то. Полно, старуха, прервал отец Герасим. Не все то ври, что знаешь. Не спасение во многом глагол о ней. Батюшка, Петр Андреевич, войдите, милости просим. Давно, давно не видались. Попадья стала угощать меня, чем Бог послала. Между тем говорила безумолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну. Как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться. Как Марья Ивановна имела с нею всегдашнее сношение через палашку, девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке. Как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Попа и Попадья крестились, услышав, что Пугачеву известен их обман. С нами сила крестная, говорила Акурина Панфиловна. Промчи, бог тучи мимо. Ай да Алексей Иванович, нечего сказать, хорош гусь. В самую эту минуту дверь отворилась и Марья Ивановна вошла с улыбкой на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье, одета была по-прежнему, просто и мило. Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них и оставили нас. Мы остались одни, все было забыто, мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с ней не случилось с самого взятия крепости. Описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время. Оба мы плакали. Наконец, я стал объяснять мои предположения. Оставаться ей в крепости подвластной Пугачевой и управляемой Швабриным было невозможно. Нельзя было думать о Баримбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась, известное ей неблагорасположение отца моего и ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. Милая Марья Ивановна, сказала и наконец, я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно, ничто на свете не может нас разлучить. Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости и безотейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею, но она повторила, что не иначе будет моею женою, как согласие моих родителей. Я ей и не противоречил. Мы поцеловались, горячо, искренне, и таким образом все было между нами решено. Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. Мы расстались дружески. Пугачев, увидев в толпе Акулину Панфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно. Потом сел в кибитку, велел уехать, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне, «Прощай, ваше благородие, авось, увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах? Пугачев уехал, я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся, Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника, все было готово к нашему отъезду. Я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку, имщики мигом заложили лошадей, Мария Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча, тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем, Мария Ивановна с Палашею и я. Савельич забрался на блучок. Прощай, Мария Ивановна, моя голубушка, прощайте, Петр Андреевич, сокол наш ясный, говорила добрая попадья. Счастливый путь и дай Бог вам обоим счастье. Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина, лица его изображала мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец, мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость. Соединенный так нечаянно с милой девушкой, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мной случившееся было пустое сновидение. Мария Ивановна наглядела задумчивостью то на меня, то на дорогу и, казалось, не успел еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши были слишком утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также под властный Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей и отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближались к городку, где находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными на вопрос, кто едет, и Мщик отвечал громогласно, государев кум со своей хозяюшкой. Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасной бранью. «Выходи, бесов кум», сказал мне усатый вахмистр, «Вот уже тебе будет баня с твоей хозяюшкой». Я вышел из кибитки и требовал, чтобы отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич отменения отставал, поговаривая про себя. «Вот тебе и государев кум, из огня да в полыме. Господи, владыка, чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами. Через пять минут мы пришли к домику ярко освященному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился и объявил мне, что его высокоблагородию некогда мне принять, а что он велел отвезти меня в острог, а хозяюшку к себе привезти. «Что это значит?» закричал ее в бешенстве. «Да разве он с ума сошел?» «Не могу знать ваше благородие», отвечал вахмистр. «Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвезти во строг, а ее благородие приказано привезти к его высокоблагородию ваше благородие». Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор Металл. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Иван Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире. «Возможно ли?» вскричал я. «Иван Иванович, ты ли?» «Ба-ба-ба! Петр Андреевич, какими судьбами? Откуда ты?» «Здорово, брат, не хочешь ли поставить карточку?» «Благодарен. Прикажи-ка лучше отвезти мне квартиру». «Какую тебе квартиру? Оставайся у меня!» «Не могу, я не один». «Ну, подавай сюда и товарища». «Я не с товарищем, я с дамою». «С дамою? Где ж ты ее подцепил?» «Хе-хе, брат!» При сих словах Зурина засветел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился. «Ну, продолжал Зурин, так и быть, будет тебе квартира, а жаль, мы бы попировали по-старинному. Эй, малой, да что же сюда не ведут кумушку-то Пугачева? Или она упрямится? Сказать ей, чтобы она не боялась, барин где прекрасный, ничем не обидит, да хорошенько ее в шею». «Что ты это?» сказал Зурину. «Какая кумушка Пугачева, это дочь покойного капитана Миронова. я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкины, где я оставлю ее». «Как?» «Так это о тебе мне сейчас докладывали, помилуй, что же это значит?» «После все расскажу, а теперь ради Бога успокой бедную девушку, которую гусары твои припугали». Зурин тотчас распорядился, он сам вышел на улицу извиняться перед Марией Ивановной в невольном недоразумении и приказал Вахмистру отвезти лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него. Мы отужинали и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головой и сказал «Все это, брат, хорошо, одно нехорошо. Зачем тебя, черт несет, жениться? Я честный офицер, не захочу тебя обманывать. Поверь же ты мне, что женить бы блажь. Ну, куда тебе возиться с женой и донянщица с ребятишками? Эй, плюнь, послушайся меня. Развяжись ты с капитанской дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра же одну к родителям твоим, а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бандовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом, любовная дурь пройдет сама собой и все будет ладно. дурь я не совсем был с ним согласен, однако чувствовал, что долг чести требовал мое присутствие в войске императрицы. Я решил споследовать совету Зурина, отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде. Савельич явился меня раздевать. Я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он был заупрямился. Что ты, сударь, как же я тебя-то покину? Кто за тобой будет ходить? Что скажут родители твои? Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. Друг ты мой, Архип Савельич, сказал я ему, не откажи, будь мне благодетелем. В прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокойен, если Мария Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят жениться на ней. Старик был тронут. Ох, батюшка ты мой, Петр Андреевич, отвечал он, хоть раненько задумал ты жениться, да зато Мария Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. И быть по-твоему провожу ее, ангела Божья, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого. Я благодарил Савельевича и лег спать в одной комнате с Зуриным. На другой день утром пришел я к Марии Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мной согласилась. Отряд Зуриным должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельевичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. Прощайте, Петр Андреевич, сказала она тихим голосом, придется ли нам увидеться или нет, Бог один это знает. Но век не забуду вас, до могилы ты один останешься в моем сердце. Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить, я думал себя рассеять. Мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход. Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военное распоряжение, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом, между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни при виде наших войск приходили в повиновение, шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание. Вскоре князь Голицын под крепостью Татищевой разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Зурин получил повеление переправиться через Волгу. Не стану описывать нашего похода и окончания войны скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено, помещики укрывались по лесам, шайки разбойников злодействовали повсюду. Пугачев бежал. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям. Мысль их обнять, увидеть Марьи Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Но между тем странные чувства отравляла мою радость. Мысль о злодеи, обрызганном кровью стольких невинных жертв и о казни его ожидающей тревожила меня по неволе. имели, имели, думал я с досадой, зачем мне наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь. Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучно была во мне с мыслью о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина. Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть мою Марью Ивановну. Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день назначенный для выезда в самую ту минуту, когда готовился опуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался сам, не знаю чего. Он выслал моего дедщика и объявил, что имеет до меня дело. Что такое? Спросил я с беспокойством. Маленькая неприятность, отвечал он, подавая мне бумагу. что сейчас я получил. Я стал ее читать. Это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы не попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева. Бумага чуть не выпала из моих рук. Делать нечего, сказал Зурин. Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай, отправляйся. Совесть моя была чиста, я сюда не боялся, но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев устрашала меня. Тележка была готова, Зурин дружески со мной упростился, меня посадили в тележку, со мной сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге. Я был уверен, что виной всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться, наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Во всю дорогу размышлял я о допросах меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить несущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным. Я приехал в Казань опустошенную и погорелую. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму, и оставили одного в тесной и темной конурке с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железной решеткой. Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты. Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека. Пожилой генерал в виду строгого и холодного и молодой гвардейский капитан лет двадцати осьми очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева, и на ответ мой возразил сурово, жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына. Я спокойно отвечал, что, каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. Ты, брат, востер, сказал он мне, нахмурясь, но видали мы и не таких. Тогда молодой человек спросил меня, по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям я был им употреблен. Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог. Каким же образом возразил мой допросчик дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем, как все его товарищи злодейские умершлины, отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или, по крайней мере, на гнусном и преступном молодушье. Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи во время Бурана, как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца, но что Белогорскую крепость защищала против злодея до последней крайности. Наконец, я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной Оренбургской осады. Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марией Ивановной так же искренно, как и все прочее, но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку. Эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался. Судьи мои, начинавшие казалось выслушивать ответы мои с некоторой благосклонностью, были снова предубеждены против меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтобы меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть вчерашнего злодея. Я с живостью обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились и вошел Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его недавно черные, как смоль, совершенно посидели, длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отрежен был от Пугачева в Оренбург шпионом. Ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе, что, наконец, явно передался самозванцу. Я выслушал его молча и был доволен одним. Имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем. Генерал велел нас вывести, мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв своей цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали. Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя, но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал. Мария Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушьем, которое отличало людей старого века. Вскоре они к ней искренне привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустой ублажью, а матушка только того и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке. Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Мария Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте. Он строго допросил Савельича, дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и что дед злодей его таки жаловал, но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Мария Ивановна сильно была встревожена. Но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью. Она мучилась более всех, будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел. Она догадывалась об истине и почитала себя виновницей у моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти. Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы придворного календаря, но мысли его были далеко и чтение не производил над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. матушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Мария Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. Зачем тебе в Петербург? Сказала она. Неужто Мария Ивановна хочешь и ты нас покинуть? Мария Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительство и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. Мария Ивановна снарядили и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савеличем, который, насильственно разлученный со мной, утешался по крайней мере мыслью, что служит нареченной моей невесте. Мария Ивановна благополучно прибыла на место и, узнав, что двор находился в то время в царском селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой, жена смотрителя точно с нею разговаривалась, объявила, что она племянница придворного истопняка и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Мария Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад, Анна Власевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились очень довольны друг другом. На другой день рано утром Мария Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное. Солнце освещало вершины лип, пожелтевших под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов осеняющих берег. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Мария Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос. Не бойтесь, она не укусит. и Мария Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке против памятника. Мария Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела. Вы, верно, не здешние, сказала она. Точно так, я вчера только приехала из провинции. Вы приехали с вашими родными? Никак нет, я приехала одна. Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам. Точно так-с. Я приехала подать просьбу государине. Вы сирота, вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду. Никак нет. Я приехала просить милости, а не правосудия. Позвольте спросить, кто вы таковы? Я дочь капитана Миронова. Капитана Миронова. Того самого, что был комендантом в одной из Оренбургских крепостей? Точно так-с. Дама казалось, была тронута. Извините меня, сказала она голосом еще более ласковым. если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе. Изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь? Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительницей, которая стала читать ее про себя. Сначала она читалась видом внимательным и благосклонным, но вдруг лицо ее переменилось, и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица за минуту столь приятному и спокойному. «Вы просите за Гринева», сказал Адама с холодным видом, «императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй». «Ах, неправда!» вскрикнула Марья Ивановна. «Как неправда!» возразила Адама вся вспыхнув. «Неправда! Ей Богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу!» Он для меня одной подвергался всему, что постигло его. Если он не оправдался перед судом, то разве потому только что не хотел запутать меня? Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю. Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» спросила она потом. И услыша, что у Анны Власевны примолвила с улыбкою. «А, знаю. Прощайте. Не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо». С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Мария Ивановна возвратилась к Анне Власевне исполненной радостной надеждой. Хозяйка побронила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашку и чаю только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца и камер лакея вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Марья Ивановна предчувствовала решение судьбы. Сердце сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат. Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились и она вошла в уборную государыни. Императрица сидела за туалетом, несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. государыня ласково к ней обратилась и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкой, я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру. Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала онное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна не полюбопытства взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню. Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года по именному повелению, что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту мертвая и окровавленная показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марьи Ивановне, потомство их благоденствует в Симбирской губернии в одном из барских флигелей показывает собственноручное письмо Екатерины Второй за стеклом и в рамки. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринёва доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом относящимся ко временам описанным его дедом. Мы решились с разрешения родственников издать ее, дозволив себе переменить некоторые собственные имена. и подожди. Продолжение следует... Продолжение следует...